добрый день сегодня второе число 2 октября 2017 года давайте я вот сейчас хотел бы немножко отвлечься от основной темы генералиссимуса и поскольку мне поступила такая ответка это сторонников алексея навального чувствуется что там такой горячий сторонник я надеюсь не на коммерческой основе вот и он значит написал в таком плане что но выдержанным в такой ну как бы такого чувакства знаете превосходства такого знает как мэтр как учитель вот и я вот обратил внимание что мы наверное молодой человек мы я не знаю предположительно не очень хорошо пока составляет фразы у вас что не претензия то предрассудки я думаю что не очень хорошо человека вот я просто первую его фразу читаю я хотел бы обратить внимание вот уважаемого что мне очень по моему хорошо представлять себе значение слову предрассудки предрассудки это искаженное знание а искаженное представление о знании каком-то ну каком-то допустим фундаментально природе вещей а предрассудки ну это обернее претензии претензии вот алексей может это вот может влияние алексей он же у нас юрист и вот я часто открываю документы претензии претензии и вот бизнесмены пишут претензии вот допустим в делах о защите прав потребителей ну претензии вот безграмотное в общем выражение такое юридическое потому что нету претензии ни в законе 2301 ни в каких-то других это ну по вот делам о защите прав потребителей вот пишется претензии там претензии законе есть слова требовать надо так и писать требование понимаете то есть чтобы противоположной стороны даже ну не было бы какого-то соблазна что-то как-то увильнуть тогда это слово прям из законодательства вот как уважаемый свел вот эти вот два претензия и какие-то мои якобы предрассудки вообще непонятно вот это вот это знаете вот стиль такой вот совковый я бы сказал совковый почему я вот часто его наблюдаю коммунистов когда им начинаешь писать что у вас ваше учение не соответствует законом не то что математики арифметики вот им сказать нечего я сейчас не раз об этом останавливался кто может то постоянно смотрят смотрят мои передачи тот должен знать вот и тот знает вот и тогда начинается вот они скатываются на личность вот ты такой вот и тут они вспоминают свое гомосексуальное прошлое и они начинают лить все свои тайные желания начинают вываливать то есть вот не надо опускаться на их уровне вы конкретно по тем претензиям к сожалению который алексеев я вот выставлял вы ничего не на пивни написали вы начали скатываться ли на мою личность как будто я вот сегодня выбираюсь в президенты или мэра москвы вот сегодня же актуально вопрос не стоит поэтому какая разница хороший или плохой человек утверждает что дважды два не 5 а 4 вот я как бы надеюсь что логику вот этих моих рассуждений вы поймете как был дойдет до вас и что вы просто перейдете на обсуждение конкретных предъяв алексеев вот далее вот высокомерно автор абсолютно пишет да кто ты такой чтобы алексей тебе там каждому крестьянину вот объяснял на самом деле у него есть программа и тому и подобное но я вот с этим вот тут я воспользуюсь ответом уже другого человека которому вот нечто подобное говорили ну анатолий шарик есть такой блогер который постоянно какой-то дискуссии он ему сказал он же вам уже сказал почему я должен это повторять а папа а почему я должен лезть ваши талмуты мало ли кто завтра захочет стать президентом вот вы идете на выборы вы так себя позиционируете причем позиционируете широко так вы и вносите свои предложения то есть вносите их публично на обсуждение вот так вот анатолий приезжал в новосибирск он что сказал там про свою там програм да не боже мой вы знаете вот значит ну дальше там идет высокомерный слог ты ничего не изучал ты не вот великого ученого и прочих ну хорошо я допустим что мы тут какие-то крестьяне там коллеги перехожие алексей это такое солнце и все понятно что как бы было бы унижением если бы он опустился вот до нас там простых людей потому что сейчас провести опрос ну давайте честно кто знает кто его программу может изложить я думаю что по пальцам найдутся людей да ну может быть горячие такие сторонники как вы там уже вызубрили наизусть вот а так то вот я не понимаю смысл избирать человека который не может ничего не обещая вот что что он конкретно обещал вам мне еще кому то вот я этого ничего не услышал я об этом говорил и вот как бы говорится что тут значит вот я ничего не читал ну может быть я даже знаю больше в отличие от вас я некоторые положения программы алексей это как раз изложил вы то вот как бы получили сейчас площадку и ровным счетом ничего не сказать если мы он важный господин герцог там король когда допустим уже да а мы там каждому там объяснять ну вот вы его помощник вот вы им имели сейчас площадку вы сейчас могли не заниматься не пустозвонством а вот изложить вот программу алексея в доступной доходчивой форме нам крестьянам да донесли бы как чего проводить как вы будете проводить судебную реформу и тому подобное то есть дали бы мне ответку по существу ну я бы посмотрел что как бы программа ваша прекрасная как вы хорошо излагаете так может быть мы при экзидентах тогда не важного господина Навального а вот вас бы то и выбрали посмотрели бы как хорошо вы защищаете как вы хорошо ориентируетесь во всех вот этих вопросах поплавайте как рыба в воде то есть в общем сознанием дела подходите ну еще немножко научитесь составлять фразы потому что и там и в дальнейшем я читал можно запутаться а что вы там хотели сказать имели в виду и про кого вы это писали понимаете вот я может быть вот давайте на суд других как бы читателей может быть как бы другие легче вас там поймут может быть более молодое поколение которые сейчас общаются кликами там какими-то знаками там вот еще может там не как бы лучше вот и вот все таки вот вы пишите что я ничего не знаю о программе Алексея ну вот вы или не слушали меня или знаете вот смотрит книгу а видит там ну или вот я не знаю по-моему я не только я взял отдельные пункты его программы и подверг жесточайшей как мне кажется критике на которую вы не нашлись ничего путного сказать а именно я обращал внимание что как Борис Миронов сегодня бывший министр печати Ельцина так и Навальный фактически хотят продать жителей Крыма да русских жителей 2 миллиона как крепостных крестьян как свое время это сделал Хрущев как свое время это сделал с Харьковом с Харьковом Ленин да и вот и кому конкретно кровавому пастору Турчину которого господин Миронов бывший министр считает правообладателем вот он правообладатель его органы бывший коммунист господин Турчинов он был пойман вот там уже полицейскими Бандерляндии на том что он его помощник какой-то пытался вынести крупную сумму денег а его схапали так вот этот Турчинов с кулаками бросался так вот сегодня Навальный вместе с Мироновым считают что вот Крым и Донбасс ну причем я правда давал должное Алексею тут никакие не мои предрассудки это его заявление вы сами хотя бы смотрите его телемосты смотрите его заявления а потом что-то говорите и Алексей ну правда давал возможность что говорит будем проводить эти референдумы пока не получим нужного результата то есть вот как со мной с крепостным крестник типа кто ты такой чтоб я тебе объяснял да излагал свою программу там если хочешь мои талмуды там где-то там читая типа мы не должны тут перед тобой распинаться излагать ну вот и так типа этим сказали а вы кто такие хотите вы второй референдум или не хотите вообще это вопрос Алексей вот высказывается ну вот вы упоминали ну вот один из пунктов что у вас такие большие планы в реформировании судебной системы ну я могу сказать что про наших судей ну как бы сказать если вот чиновников у нас дураков вот сплошь рядом то судей почти нет вот судебная система судей просто они не заточены не на то они очень квалифицированы и очень умные почти все почти все потому что им они все с высшим образованием им надо отвечать конкретно и там не напишешь всякую чепуху которую пишут чиновники понимаете поэтому и судьи иногда даже вносят большой позитив так сказать в защиту каких-то прав даже и простых людей они иногда могут защитить просто судеб просто власть не направлено на то чтобы если завтра поменять политический вектор ну и судебная система без особого его реформировать ну а вот вы собрались ее реформировать да я представляю под кого это будет заточено ну вы например политолога Алексей вообще уже сказал что он его куда-то этого Соловьева загнобит я не защищаю там позиции Соловьева там в отмазывании коммунистов и прочее я сейчас продугую как вообще так можно с политологами с корреспондентами поступать вообще если есть там какие-то претензии правоохранительных органов ну и выкладывайте их то есть а кто такой-то вот это юридически безграмотно президент не может принимать такие решения а он уже пообещал что он примет что он рассчитается с Соловьевым по полной программе ну я хочу сказать в угоду же всего кого же это вот все вот это вот у меня и боязнь что пусть она какая-то несовершенная наша судебная реформа а что вы ее пустите под нож как это сделали в Бондерляндии потому что вот вы посмотрите передачи Монтян на эту тему опытнейшего адвоката на ужасе что ваши друзья там в Бондерляндии сделали с судебной системы не просто то что было плохо а сейчас уничтожили вообще и там бандитизм и разбой и все вот вы говорите я не знаю ничего там а Навальный ну я допустим известно значит что господин Навальный просто лил слезы и говорил что расправиться с теми кто привлек уголовный ответ это это какая это хорошая судебная система да это вот так вот уже расправиться да и речь шла о господине Магницком а господин Магницкий известен тем что он составил с помощью двух фирм схему ухода компания такой в союзе с компанией такой менеджмент капитал от ухода налогов на сумму около пятьсот миллионов это полтора миллиарда многие я уверен даже никогда не видели таких денег вообще и представить их не могут вот то есть пол миллиарда извиняюсь не полтора пол миллиарда конечно и вот я хочу сказать и вот вот эти люди которые говорят он уже там пообещал расправами очень хорошая судебная система и интересно что вот Алексей являясь юристом если он действительно знает значение слов в отличие от вас может быть он человек и продвинутый и грамот не спорю вот допустим он умеет хорошо говорить ну даже в рамках этой системе он мог бы помочь какими-то уже даже сегодня делами даже в рамках того законодательства вот я два рейдерских отбил два рейдерских захвата да там в одном пять тысяч человек пострадали в другом пятьсот вот а что делает ваш Алексей да ну просто одни опять-таки лозунги разговора можно говорить где-то какие-то правильные вещи и тому подобное вот господин удальцов сказал о господине Навальном что он действует вот это его соратник кстати говоря вот и вам еще одно мнение что он действует как сказать против одних олигархов угоду другим олигархам а я скажу который составляет пятую колонну это удальцов не сказал это я вам говорю и которая которая управляется уже там который здесь готовит майдан и Путину готовят майдан это по всему видно это ну как бы вот человек который окружен кругом листью вот даже не глупый человек у него глаз замыливается он начинает не видеть вещей очевидных даже которые вот там на улице они очень хорошо видны даже не имея так сказать потому что даже спецслужбы которые доклад они же все равно корректируют свою речь а вот как бы мне от того не пострадать а я вот скажу слово а я пострадаю от этого а я вот прямо об этом говорю да и мне кажется что вот это специально делается какая-то взрывоопасная такая обстановка чтобы устроить у нас какой-то майдан образца 2017 года или образца 2014 года вот потому что фактически все сделано по одному сценарию вот я бы вот и чем еще известен господин Магницкий что вот он как раз сотрудничал с вот этими проамериканскими вот этими фирмочками которые хотели подломить подломить Газпром я вас спрашивал по вашей программе чем вы бы платили тогда если бы планы Магницкого осуществились если бы честные офицеры не остановили его которыми вы собираетесь расправиться вот о чем шла речь то вот как раз по программе Алексея вы хотя бы давайте вот на эти пункты конкретно отвечайте не словоплудим не юлите не виляйте хвостом а вот конкретно конкретно по этим пунктам отвечать если Алексей не может ясно сказать что он будет как он будет поступать два миллиона в Донецке пять тысяч бандеровцы разрушили пять тысяч домов уничтожает инфраструктуру организовали практически голодомор про который они говорили которого никогда не было и которые они же и сделали да коммунисты проводили репрессии но они никогда не проводили конкретно против украинцев сами украинцы участвовали в этом и конкретно Пархоменко знаете такое имя кстати говоря и вас я упрекал Алексея что в его рядах полно этих потомков этих полицай да полицай бандеровцы и вот для них характерно что они западло даже писать по-русски даже свои какие-то некие вот эти свои они заглавливают какими-то пишут по по не по кириллице а по латыни и вот у вас тоже почему-то я конечно может быть вы как клавиатуру что ли не умеете переключить переименовать свой аккаунт или что может быть раньше там было но вы знаете вот если вы находитесь вот среди этой группки да который видишь там если он даже написал по-русски он обязательно и напишет по-латински какой дурак это придумал вообще ну ты тогда пиши все по-латински вот у вас все по-латински я вам не могу таких претензий но почему почему вам противно по-русски писать вот давайте вот сначала вы подумайте как 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 вы давайте дайте-ка отчет как вы с алексеем будете решать проблему и почему вы по этому поводу набрали в рот от воды и по вот этим вопрос где ваши вот масса людей высказали просто про зверства про хатынь в Одессе массу гневных слов честных простых людей незнатных коммунистов которые сидят в Москве ну а господина Навального и от вас ничего этого не слышно от вас как раз слышно батники это это вот кептельман это калекуху придумала тут тунеядствующая личность да вот она вот это вот и пустил и к сожалению вот сторонники Алексея с удовольствием это подхватывает вот и давайте вот как бы или будем вести диалог на фоне конструктива вы не будете говорить мне абсолютно все равно какой мужик а какого мне мнения понимаете мне наплевать на это вот если там красивая женщина что-то скажет про меня негативное может я расстроюсь а знаете мужики меня абсолютно не волнует поэтому меня волнует вот конкретно по тем проблемам политическим да вот тем моментам да тем событиям которые я излагал так вы и говорите по существу они наша перепранка если мы сведем ее с вами знаете ты дурак нет ты дурак там вот как у коммунистов вот и а потом у них сходит еще на пидорастическую тему да я никогда вот этого не поднимаю они всегда съезжают они про свой зад думают каждую минуту давайте им не будем уподобляться и давайте вот тогда обсудим какие-то вопросы а если нечего вам сказать как до сих пор то и нечего время-то отнимать у меня и у себя всего доброго